Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать различную еду быстрого приготовления. В частности, попробуем самую дешевую и самую дорогую лапшу, чтобы понять, в чем разница и стоит ли переплачивать. Друзья, уже совсем скоро YouTube заблокирует на территории России, поэтому советую вам обязательно подписаться на мой Дзен-канал. Ссылка в описании. Вермишель быстрого приготовления с говяжьим бульоном. Масса 60 граммов. Состав вполне обычный для такого продукта, он, конечно же, не полностью натуральный. Вермишель быстрого приготовления, стоимость 10 рублей. Адрес производства Владимирская область, город Лакинск. Внутри находится лапша и два пакетика с приправами из бульонной основы. Залили кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Вот, лапша заварилась. Теперь ее еще нужно перемешать. Видно, что лапша хорошо разварилась. Пахнет лапша приятно. Сейчас попробую на вкус. Лапша эта хоть и дешевенькая, но вполне съедобная. Конечно же, не хватает зелени, не хватает какого-нибудь там соевого мяса, но если бы это все было, то бы она и стоила бы раза в 3-4 дороже. Поэтому, если вы хотите сэкономить, можно смело брать такую лапшу, вполне съедобная. Семья довольна. Лапша быстрого приготовления со вкусом говядины. Еще написано, что внутри есть вилка. Состав этой лапши очень-очень длинный. Состав, в общем, не 100% натуральный. Масса упаковки 90 грамм. Адрес производства. Новосибирская область, город Берцк. Лапша быстрого приготовления. Семья довольна со вкусом говядины. Стоимость 42 рубля 20 копеек. Внутри мы видим пакетик с сушеными овощами и пакетик с приправами. Ну и сама вот такая лапша. На внешний вид лапша выглядит не очень хорошо. Бывает, конечно, и более красивая лапша. Засыпаем приправу. Засыпаем пакетик с овощами. Поначалу я подумал, что вот это вот высушенное мясо. Но в составе было написано, что там есть соя. И по всей видимости, это вот такая высушенная соя просто. Разварилась она неплохо. И практически впитала всю жидкость. На дне жидкости практически нет. Только лишь вот совсем чуть-чуть. Видно, что зелени здесь вполне нормальное количество. А также кусочки вот этого соевого мяса. Ну теперь можно попробовать на вкус. Сама по себе лапша по вкусу неплохая. Но остается такое послевкусие. И чувствуется, что она такая остренькая. Поэтому тот, кто острое не любит, тому, я думаю, такая лапша не понравится. Ну и вот это вот соевое мясо, оно тоже хорошо разварилось. Но по вкусу на любителя. Но вкуса говядины я здесь так и не ощутил. Больше всего чувствуется вкус перца. Поэтому я бы не сказал то, что это лапша со вкусом говядины. Картошечка. Пюре картофельное с курицей и гренками. В составе действительно есть сушеная курица. А также еще куча различных специй. Адрес производства город Санкт-Петербург. Пюре картофельное картошечка с курицей и гренками. Стоимость 41 рубль 99 копеек. Залили кипяточком. И теперь хорошенько все перемешаем. Накрываем крышечкой и ждем 3 минуты. Картошечка уже должна завариться. Давайте посмотрим, что получилось. По консистенции пюре густое. Видны вкрапления зелени. По всей видимости это укроп. Чувствуется, что в составе этого пюре еще есть измельченный лук. Он немножечко тоже так сварился и остроты никакой не чувствуется. Ну а сухарики они хрустящие. Конечно же пюре сделанное из настоящей картошки будет гораздо вкуснее, чем вот из таких вот хлопьев. Но и вот это пюре по вкусу неплохое. Тем более, что оно еще со специями. Поэтому все в общем вкусненько и ароматненько. А на ком? Лапша быстрого приготовления с говяжьим бульоном. В составе даже есть молотый фарш говяжий. Варено-сушеный. А также куча различных специй и различных добавок. Не все эти добавки конечно же натуральные. Масса 75 грамм. Лапша на ком с говяжьим бульоном. Стоимость 39 рублей 90 копеек. Адрес производства. Владимирская область. Город Лакинск. В этом пакетике находятся сушеные овощи, а также сушеное мясо. В этом пакетике специи и красный перец. Добавляем все по вкусу. Заливаем кипятком до отметки. Накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Лапша заварилась и еще хорошенько все перемешаем. То, что касается овощей и мяса, то это все хорошо разварилось и даже горошек прям как свежий. Другие овощи тоже разварились хорошо. Мясо здесь конечно же кот наплакал и даже и не ощущается. В общем, когда его съешь, то даже не почувствуешь, что съел что-то мясное в общем. Сама лапша заварилась хорошо. Она очень мягкая. По вкусу эта лапша вполне нормальная. Но я бы не сказал, что она идеальная. Бывает конечно же лапша и более вкусная. Попробуем лапшу быстрого приготовления Доширак. Это лапша со вкусом курицы. Масса упаковки 90 граммов. Доширак стоит 65 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область, поселок совхоза Раменское. В комплекте идет вилочка, пакетик с суповой основой и пакетик с овощами. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Прошло 5 минут. И как мы видим, Доширак очень хорошо заварился. Теперь можно это все еще перемешать. Вилочкой конечно есть такое не очень удобно. Но если где-нибудь в дороге, то в этом плане хорошо. И нужно брать обычную вилку, а эту просто покушал и потом ее можно выбросить. Сама лапша мне понравилась. По вкусу отличная лапша. Доширак мне нравится. Также в комплекте еще шли вот такие соевые шарики. Овощи очень хорошо разварились. Но тем не менее они немножечко хрустящие. Готовят их хорошо в этом плане. Ну а вот эти пластины называются камабоко. И делаются они из рыбы. Заварились они тоже хорошо и чем-то напоминают крабовые палочки. По качеству конечно и по вкусу мне все понравилось. Но вот цена, она конечно Доширак стала дорого стоить в общем. Ролтон. Лапша с говядиной по-домашнему. Написано новый вкус. Без ГМО. Натуральные овощи. Изготовлено в Московской области. Город Сербухов. Лапша Ролтон с говядиной. Стоит 55 рублей 99 копеек. Масса лапши 90 граммов. Внутри пакетик бульон приправа. Овощи и маленькая вилочка. Овощей здесь приличное количество. Очень много сушеного лука, морковки. Ну и вот соевые шарики. Эта приправа пахнет как тушенка. Залили кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. Лапша заварилась. И давайте посмотрим как она выглядит. Еще все немножечко я перемешаю. Запах от этой лапши идет приятный. Пахнет специями. Попробовал. По вкусу эта лапша мне понравилась. Конечно же настоящей говядины здесь нету. Только лишь ее ароматизатор присутствует. Но тем не менее вкус довольно таки приятный. Единственный минус то что эта лапша стоит дороговато. 55 рублей. Это все таки много. Потому что можно купить роллтон без вот этой упаковки. И он будет гораздо дешевле. Эта лапша довольно таки острая. Я не всю высыпал в эту вот бульонную основу. Потому что я знаю что роллтон с говядиной это очень острая лапша. Ну и так как я высыпал эту приправу не всю. То сейчас остроты здесь нормальное количество. И она особо сильно не ощущается. Я очень сильно острая не люблю. По вкусу лапша нормальная. Единственный минус то что она стоит конечно же дороговато. Доширак. Картофельное пюре. Со вкусом сыра с сухариками. Масса 40 граммов. Состав не полностью натуральный. Есть консерванты, красители и ароматизаторы. Минус этой упаковки в том что вот здесь вот идет все темное. И темный шрифт. И поэтому что здесь написано прочитать невозможно. Все буквы в общем сливаются с этим фоном. Пюре картофельное со вкусом сыра. Стоимость 67 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область. Раменский район. Поселок совхоза Раменская. Залили кипятком. Теперь нужно еще все перемешать. Чтобы не было комочков. Накрываем крышкой. И оставляем на 5 минут. Пюре заварилось. Давайте посмотрим что оно будет из себя представлять. Нормальная такая консистенция. Я бы не сказал что оно какое-то супер жидкое. Запах идет сырный от этого пюре. Но этот сыр чувствуется что не настоящий. Просто ароматизатор. Попробую на вкус. Попробовал. По вкусу мне это пюре понравилось. Чувствуется что здесь есть и лучок жареный. И специи чувствуется. Ну сыр понятное дело что это не настоящий. Ароматизатор. Сухарики совсем чуть-чуть хрустят. Так как они уже подразмокли. В общем пюре по вкусу нормальное. Минус конечно в том что состав не полностью натуральный. Ну и цена конечно оно стоит дороговато. Теперь попробуем дорогую лапшу быстрого приготовления. Это не огури. Это лапша идет с морепродуктами. Масса упаковки 120 граммов. Сама лапша по составу такая же как делают и у нас в России. А вот из рыбы здесь креветки и рыбный соус. Который сделан из тунца морского леща. Усилители вкуса и аромата тоже тут присутствуют. Есть морская капуста. Сушеные рыбные тефтели. Сделаны они из минтая и кукурузы. Есть еще морковка. Стоимость лапши и не огури быстрого приготовления 229 рублей 99 копеек. Изготовлена в республике Корея. Лапша имеет круглую форму. Также еще идет пакетик. Тут водоросли, овощи и суповая основа. Посмотрим что же за овощи в этом пакетике. Вот это морская капуста. И вот эти вот рыбные, не знаю, вот типа панды или кто это такие. Какие-то в общем зверюшки из рыбы. А в этом пакетике порошок. Это суповая основа. Я думал тут будет что-то жиденькое. Но оказался тоже просто порошочек. Ничего в общем такого супер необычного в этой лапше я не обнаружил. Когда заливал эту лапшу кипятком, пошел очень сильный рыбный аромат. Накрываем крышкой и оставляем на 5 минут. 5 минут прошло. Давайте посмотрим что у нас получилось. Видно что морская капуста хорошо разбухла. И сейчас я еще все перемешаю. И потом можно будет продегустировать. По сравнению с нашей лапшой видно что вот эта вот лапша более толстая. Ну и в общем вот эта штука на меня смотрит. Попробую в общем что это такое на вкус. Попробовал в общем эту мордашечку. И ничего такого супер вкусного не обнаружил. Это даже на какие-то крабовые палочки не похоже. Да особо и не разбухло. Немножечко жестковато. В общем ну какого-то особого вкуса не имеет эта штука. Ну а водоросли хорошо разбухли. Они практически вот как свежеприготовленные. Первое что я почувствовал. Это то что лапша эта заваривается не так хорошо. Как лапша которую производят у нас. Наша лапша прям вот заваривается быстро. Очень хорошо разваривается. Мягкая становится. А эта лапша заварилась я бы даже сказал что может быть не совсем и полностью. Ну и возможно что она просто в тарелку не влезала. И поэтому она находилась не вся в воде. Поэтому возможно что причина в этом. Но реально она очень большая. Что у меня даже такой тарелки большой нет. Чтобы эту лапшу заваривать. Второе что я еще делал это очень много остроты. А то что это вот что-то рыбное. Ну вот в запахе чувствуется что-то рыбное. А во вкусе вот особо какого-то вот рыбного там бульончика. Или что-то я особо не чувствую. Ну чувствуется что это в общем все какое-то искусственное. В общем, я считаю, что эта лапша совершенно не стоит своих денег. Я думаю, что вот тот же даже доширак или даже вот лапша, которую я пробовал за 9 рублей, мне кажется, она ничуть не хуже, в общем, чем вот эта. Вот эти вот все водоросли, да это все остальное, это не так уж и важно. Но при желании это можно все отдельно добавить. Мяса здесь особо и рыбы, ничего такого нет. Вот бульончик только, но он очень острый. В общем, не вижу, почему такая огромная цена. Может быть, потому что из Кореи привезли, поэтому так дорого. Ну, в общем, такую лапшу, в общем, я считаю, что ее переоценивают. И она таких денег не стоит. Роллтон куриная лапша по-домашнему. Масса 90 грамм. В составе есть даже мясо курицы сушеное. Ну и также куча различных специй и добавок. Лапша Роллтон по-домашнему со вкусом курицы. Стоимость 58 рублей 91 копейка. Изготовлена в Московской области, Серпуховский район, деревня Ивановская. В этом пакетике овощи и сушеная курица. Здесь бульон-приправа. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и даем настояться 5 минут. Давайте посмотрим, что с этим Роллтоном у нас получилось, как он заварился и каков же будет на вкус. Хорошенько все перемешиваем. Лапша заварилась очень хорошо, мягкая. Вся влага, которая здесь была, она вся впиталась. То, что касается мяса и овощей, то это все хорошо разварилось. Но единственное, опять-таки, мяса здесь, конечно же, очень-очень мало. И практически не ощущается. В целом вкус хороший. И вот все-таки Роллтон делает лапшу качественную. Мне вот сама лапша очень даже понравилась. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.